всем большой-пребольшой привет подогреваю овощной рагу я вчера приготовила но уже вечером как я говорила в прошлом влоге сейчас хотим сесть покушать собралась нарезать колбаску вот такая колбаса очень вкусная сальчичони это какая-то фирма premier of taste в общем вкусная вот эта колбаса вот все хорошо но вот это вот кожура у меня на некоторые колбаски хорошо отдирается она некоторые вот так приходится стоять и мучиться отдирать мы сегодня вообще клонировали к маме съездить потом нам надо еще в одно место съездить мамой очень по делам поэтому уже договорились на завтра то что завтра приедем валера отпуск заканчивается валера завтра на работу и после работы проедем еще сейчас валера зашел в банк о теперь чем валера брал до этого кредит и закрыл его уже еще там остались они должны уже давно закрыл и остались должны они и в итоге сейчас зашел в банк ну просто так посмотреть за что-то списали 99 рублей ну то есть там в остатке 300 рублей может было может что-то вот в этом районе говорю пытается дозвониться до оператора не не может даже можно и не звонить банки только могут забрать даже если вдруг что-то лишнее остается колбаску нарежу нарежу чего дозвонился нет тут не получается получается да можешь не звонить а смысл он тебя не закрыт что закрыт но деньги то они мне должны так это в банк здесь тоже никто ничего не знает когда валера закрыл кредит там остались как был побольше закрыл и там остаток да то есть как бы банк нам должен спрашивали у кто вот здесь вот в отипе сидит кредита оформляя они естественно ничего не знают говорят в банк надо ехать если я проснулась 8 утра прибралась убралась это я больше спала наверное соседка видимо случайно меня набрала я алё алё она трубку не берет ну то есть не отвечает точнее и вот я блин могла бы еще часов поспать девочкам сразу положу не такой горячий кабачка не стала срезать шкурку и вот как ощущение вот это огурец томатного соуса не добавляла не аджики только чуть-чуть добавляла сюда и все ну и как обычно готовят овощную руку но у меня мама вот вчера с ней разговаривали она там что-то обжаривает сначала мясо обжарит потом еще что-то обжарит что-то добавит я спрашиваю что вкуснее а говорит да вкусно я говорю а я приготовила мясо пожарила мясо сделала остальное все закидала в кастрюлю и готов как в поговорку по пару дров и суп готов да вот у меня тоже так же все закидала все сварилась отлично даже солнышко выглянуло но сегодня тепло мне вот это нравится дождь осенью вроде бы вот такие дожди дожди но холодно а летом все-таки даже несмотря на то что дожди все равно тепло разложу сыр там тарелочка есть кстати печеньки выставила сюда которые не едят все съели вот так вот надо было меня мама так делает что пора съесть она на стол выставляет до этого же у меня он так стоял стол ну-ка а когда ты еще ставишь на стол что-нибудь и кажется как будто бы грязно а сейчас нет сейчас уже нет такого ощущения если вдруг что-то на столе стоит и вот мама что-нибудь там надо доесть она выставит на стол и а каждый подойдет один возьмет 2 возьмет и вот у меня тоже так же я выставила крендельки там еще печеньки какие были вон съели как глядишь и конфет съедят майонезик свой любимый конечно же как же без майонеза то я аджику достал те надо будет не надо чуть-чуть я тоже хочу добавить вот такой вот у нас тут уже уже почти ужин пять часов но еще не ужин там полный приятного аппетита давай кушай ты сядь хорошо над столом саж там крошишь над стол над столом хлебушек так не держат он это сыпется майонез аджика просто кто на диет сейчас шоке или у кого это здоровое питание скажет вот это вы даете одна вредная еда у вас нормально у вас не вредно это у меня майонез джика просто смесь зато очень питательно и вкусно и конечно все любишь любишь давай ты вчера кушала с кабачком яйцо вообще-то чуть не брать да ты кусаю за правильно настя говорит ты ложечку супа и и колбаску кусая него так то что ты сейчас одну колбасу поешь наешься и все нет нет еще зачем макать то нет ложку сначала зубок кушай даже помидорка манкетри на настя ну или тогда вот на тарелочку маленькую блюдце заложил можно было бы поспать нужно малину выбирать пошла я взяла ведерко взяла такой тазик вдруг получится в побольше набрать посмотрим пока пока дождя нету нужно набирать иначе дождик пойдет все опадет потому что он спел и собрали я так и не успела в тот раз выйти до собирать и поэтому уже сейчас сейчас соберу валера тоже будет заниматься какими-то делами нужно косить здесь в этом месте я обрызгала средством видите желтые вот такие тоже пятна от сорняков брызгала вот здесь видите от сорняков там не брызгала поэтому там все в траве не подлезть и вот валерий говорю валера давай косить ага то нам у нас сапожник без сапог получился как загорела вижу прям свои усы как будто только маленький столько маленький все все буду собирать пчелки вон уже едят это те которые подсохли когда жара была 40 градусная и она недоспевшая уже вот видите эти клопы меня раздражают она еще не поспела но уже подсохла хотя мы поливаем но все равно 40 градусная жара это не наш климат не выдерживает все засохло достал триммер наконец-таки решил покосить себе траву пока алвина на свежем воздухе собирает малинку хоть заказывай да вы оплачиваете мне надо пожалуйста я только платно кашу просто привычка такая трава все заросшие вот это все в траве уже палки большие я все и за забором скажу все до оставить тебе такой все картошечка растет все красиво ну пойду посмотрю я же косить буду до грибной грибной дом такая маленькая вот так берем и съедаем крупная хорошая только чет столько клопов на миг полога прям вот я смотрю в этом году и прям много чувствуешь как солнышко печально вообще горячо сейчас как шибанет ливень ладно будем работать ну вот уже другой разговор другое дело теперь можно подумать о варенье уже дождик начался я еще не до собирал там еще мне кажется с ведерка полтора можно набрать вот здесь вот 4 ведерка ну наверно три с половиной вот так вот таких мы сколько малины нет я еще не все собрал но хочу варенье хочу еще не все собрала там еще нас клеит домашней сметаны и медом сахар упал потому что рагу кушал духа не говорит лучше не кололся да там здесь кабачок там у валеры сразу же сахар не сильно поднимает вот это мы заметили на этом что у тебя только так я же он трясет да не машу же кусай потом до мажешь половина я хочу смаковать когда валера сахар падает у него жар начинается сначала прилив жара слабость и жар а потом 3 . это ну вот видишь под капает сразу и трясет он у него руки калашматит и блинеть ты начинаешь кстати а че мед то он тебе не поможет сметаны промоуштал и хлеб белый еще как еще чаем считай пьешь быстрый пот поступает в организм это вообще бомбу щаду ты любишь когда тебя сахар понижается отчасти но отчасти тоже сладость можно поесть конечно прям я лишь чувствовал то пирожное хотел взять но как знал что не я тебе говорила сникерс возьми но сникерс это на работу бы вообще чтобы на таких у тебя же ничего не осталось там из такого просто когда падает у валеры сахар уже что-нибудь хочется раз сладкое приходится вынужден есть да чтоб поднять сахар хочется что-нибудь такое что давно хотелось там газировки попить сникерс есть да вот сникерс и валера вообще всегда любил а тут нет 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 я такой ты чё как крем не настя да ешь сам потом сделаешь они скажут сделай это как-то сгущенка домашняя сметана потому что до дочь да ты же им давал я не раздал так а с этой сметаны с домашней да попробуй это с домашней сметаны крем на торте да в домашней с домашней сметаны сметаны не попробуй говорю как крем на торт крем на торте любят но не хочешь не заставай ну ладно она вон поелась и ты или за решила я часть малины так как валера любит у нас малину холодную то есть в холодильнике чтобы она постояла холодную малину кушать да там ну чтобы наелся уже я убрала одну майонезная ведерко другую часть заморозила а это хочу просто сахаром посыпать да и вот так вот кушать как варенье получается у нас мама всегда так с детства делала первая малина да но я думаю еще там естественно на спит потому что мы очень много в этом году будет еще с этими дождями думаю еще наберем вот там уже с вареньем и разберемся сахаром засыплю просто размешаю девчонки может быть чаем будут как-то с молоком они в этом году не особо хорошо прошлом году прям очень они с молочком малинку ели а в этом году вроде бы сделают и все на этом со мной кусок пустит мой какой аромат аромат лета как вкусно пахнет слишком много сахара добавлять не буду потому что малина уже сладкая так больше было сладости самой малины фруктоза до чем самого сахара но она вот переспелая даже отчасти малина поэтому она конечно же сладкую сильно мешать не будущий сок еще удаст еще раз перемешаю чтобы ягодки вот такие были цельные сейчас начистила молодую картошку но вот здесь какие-то я чищу просто новые железной мочалкой когда молодая картошка шкурка вот эту снимаю пленку и все поэтому кажется как будто бы она не дочищена а вот эти мелкие прям с кожурой и решила пожарить вот такое масло взяла здоровое меню нерафинированное вообще в магните была классная акция но это не акция вот дают же чеки кто ходит магнит те знают дают чеки и там еще типа скидки 40 процентов там 30 процентов на определенные товары и вот обращайте на это внимание я раньше тоже выбрасывала потом как-то валерий вискос что там за один рубль вот такое было а в этот раз чек попался любое масло подсолнечное за 89 рублей и вот валера тогда взял какой-то аллейный уже не было все разобрали а вот потом в другом магазине аллей на то есть она же дороже она же не 89 рублей стоит уже взяли за 89 а вот река мы взяли река на прованских травах аллей ну что-то тоже покупали там как раз вот эти чеки были взял ли валера чек там же оставляют бросают и вот такое говорю давай возьмем нерафинированное просто чтобы картошку пожарить масло первого отжима изготовлены прессовым методом без использования растворителей гексана узнаю посмотрим о чем мы еще покупали по этим чекам много же там всякой да вот мы там шоколадки 30 процент чай мы брали до гринфилд до 50 процентов по белым ценникам то есть там стояли гринфилд например в пакетиках а точнее с акции и без акции то есть без акции и вот с этим купоном выходила выгодно на много чего поэтому если вдруг вы хоть и в магнит не выбрасывайте посмотрите прочитайте сначала вот это 89 рублей любой рик алейну же взял еще за 89 рублей там же кто-то тоже покупал купил да вот третий то чек да там вот этот один купончик на одну одну бутылку да в одни руки даже по моему там да 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 конечно она так и так 89 рублей дешево то есть ты дешевле масло то фактически там но есть какие-то но мы уже не покупаем дамы либо альтера либо благо берем слабо да да а вот в этот раз хотели прям нерафинированная там для жарки получается рафинирован для салата да 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 и сам вкус когда нерафинированное масло это конечно небо и земля намного вкуснее девочки идемте все сосиски пожарила если вдруг вы кто-то не знал у меня как-то муж не знал то что сосиски можно жарить на сковородке и это тоже очень-очень вкусно они дают такой дымок приятный и как будто по ощущения почти что ты пожарил на костре если вдруг вы не знали потому что мы раньше в детстве всегда жареные сосиски когда-то варили а когда-то жарили нам нам готовила на как у тебя громко на кучу громко 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 насти идем кушать буквально недавно разговаривали с мамой и что-то за картошку зашел разговор а он говорит у нас уже немножко осталось полтора ведра и вот как раз нам надо было достать картошку из погреба я говорю валер посмотри сколько у нас осталось ты мне позвони пать из погреба у нас четыре мешка картошки еще осталось вот сейчас два мешка маме достанем и завтра вечером к маме съездим сразу отвезем вот только надо а ты оставь там в погребе она намочится ты потом же не положишь грязная машина открой она уже прорастает естественно ладно берем да а потом уже это свою переберу когда погода более-менее будет такой вот у нас сегодня шикарный вид как будто бы два глаза с левой правой светить свечу о как раз завтра банки соберу все маме чтобы отвезти помочь я бы приняла бы тут как удобно да валерка сделала построил вот этот вот это уже не туда не сюда не упадешь да и столько оступишься и вниз уйдешь да ну то есть ты можешь назад облокотиться то есть такое вот такое горло прям идеальное вот что значит камень каменщик из старых кирпичей поставил вообще из старых кирпичей которые здесь лежали до при нас только сколько лежали а еще и лежали взять когда мы заехали эти кирпичи от старого соседа валера поставил построил братный и вам как до сих пор ничего не упало абсолютно руками замешивал цемент валера уже какое смысле закрывать не закрывать ты время видел середина июля ты чего хочешь чтобы она это тебе еще там лежала не знаю сколько что ли нет конечно она и будет прорастать но она что она не мягкая потому что у нас там погреб хорош а прорастать она должна конечно это это до июля месяца всего лишь какие ростки у людей уже знаешь какое время вот эти ростки появляются я тебе врачу и говорю хватит пока если чё это достанем уже я переберу и обратно туда в этот погреб всю достану или туда залезает прожектор повешу переберу там не надо надо здесь эти ростки что там оставишь что погреб зачем их вытащил картошку оставлю ой валер у тебя выходные своих дел по горлу это я и самому все огурец берем огурчик да свеженький вазе а свеженький клеить тех наверно сейчас сорву